Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры. Это видео предназначается именно для вас. Сегодня мы рассмотрим топ 30 ошибок начинающих шашистов. Ну и первая ошибка GH4, FG5. И начинающие шашисты часто делают проигирующий ход HG3. Поставьте видео на паузу. Всегда ставьте на паузу и пытайтесь найти решение. Я буду давать примерно 5 секунд. Затем буду показывать ответ. Черные выигрывают шашку. ED4. Если бить сюда, то черные выигрывают шашку таким образом. Если бить на C5, то все равно черные остаются с лишней шашкой. И постепенно побеждают. Вторая ловушка. GH4, B5. Дебют игра Петрова или игра по уголкам. Этот дебют очень любят играть начинающие шашисты. FG3, CB6, EF4. Черным надоело повторять ходы белых и они решили сыграть по-другому. Fe5. Этот ход форсировано проигрывает. 5 секунд на решение. Можете поставить на паузу, конечно. Проводим комбинацию шахматиста Александра Дмитриевича Петрова. FG5. Затем CD4. Выбиваем шашку А5. И затем наносим вот такой удар буквой Г. Характерный удар для комбинации шахматиста Петрова. И затем еще отлидаем шашку B2 с выигрыша. Следующая комбинация. GH4, FG5. Отказанная игра Петрова. Ну и здесь есть два хода, которые также делают начинающие шашисты. Если белые меняются вот таким образом, то после АЖ7, CD4 нельзя играть GF6. Этот ход проигрывает. Показываю решение. Fe5. Затем DC5. Затем DE3. И белые остаются с лишней шашкой. Или ставят дамку. Ну либо жертвовать шашку. Либо белые проходят дамки и также побеждают. Вторая ловушка такая. Если белые вместо ЕF4 играют FG3, тогда после АЖ7 и нападения ЕD4, начинающие часто закрываются. GF6. Правильно было играть ЕF6. А вот здесь белые проводят несложный ударчик. Кстати, однажды я подобным образом, ну правда из леталки, попался международному гроссмейстеру Сергею Белошиеву. Похожую ловушку. DC5. Ну и как бы черные не побили, все равно шашка попадает на поле D4. Затем выбиваем шашку Е5. И белые празднуют победу. То есть в многие ловушки попадают даже опытные шашисты, вплоть до мастера спорта. Следующая ловушка. GF4, FE5. HG3, ЕD4. Дебют игра Каулина. Ну здесь можно бить и на поле C5, можно побить сразу же на Е5. Ну и после размена возникает примерно равная позиция. Здесь очень часто играют АБ4. Ну и после хода GF6 играют ЕD4. И вот здесь правильно играть FG5 за черных и BC5 с примерно равной игрой. Но проигрывают ходы CD6. После этого белые проводят комбинацию. Отдаем FG3, затем DE5, затем DE3. Ну и в какую бы сторону черные не побили, все равно забираем 4 шашки. Выигрываем. Также проигрывает ход ЕD6. Похожая комбинация. Играем FG3, затем DC5, затем DE3. Ну и в какую бы сторону черные не побили, они проигрывают шашку. Ну например, побили на F2. Черные еще сопротивляются. Здесь постепенно отъедаем шашку D4. Вот таким образом. Если BC7, тогда нападаем с этой стороны. Если HG7, ну все равно нападаем с этой стороны. И белые побеждают за счет лишней шашки. Также проигрывает напрашивающийся ход B5. Белые занимают важный пункт C5. И здесь спасения у черных нет. Например, CB6 DE3. BC7 CD2. CD6. Защищаем шашку C5. Ну и после хода BC7 играем AB2. У черных последний ход. HG7. Тогда играем EF4. Ну и после хода FG5 закрываемся Fe3. Ну и после GH4 играем EF2. И спасения у черных нет. На GF6 нападаем. И отъедаем шашку F6. Если CD6, тогда меняемся. Ну и после хода GF6 снова нападаем. И белые легко побеждают. Следующая ловушка. GF4, DC5, CB4, ED6. Белые сыграли HG3. Хотя можно было очень хорошо сыграть BA5. И здесь черные неосторожно напали BA5. Этот ход уже проигрывает. Даю время на решение. Ставьте на паузу. Играем в GH4. И белые неминуемо остаются с лишней шашкой. Если черные бьют на А5, тогда сразу же FG5. Ну и тут даже получается две лишние шашки. Если черные бьют на C5, тогда предварительно выбиваем шашку C5. Затем играем FG5. И лишняя шашка у нас в кармане. Вернее на доске. Следующая позиция. GF4, FE5, FG3, EF6. AB4. Провокационный ход. Так и хочется сыграть BC5. То есть черные увидели. Отходить нельзя, потому что грозит ED4. И черные побьют три шашки. Ну и закрываться BA3 нельзя. Также из-за ED4. И черные побьют три шашки. Вроде бы кажется, выигрыш черным обеспечен. Но на самом деле выигрывают белые. Играем GH4. Ну и у черных есть два ответа. Если они бьют сразу же на А3, тогда выигрываем шашку. Таким образом. Если черные бьют сперва на А3, тогда бьем вперед. И также остаемся с одной лишней шашкой. Например, как было в партии Кукуев-Чесноков 1922 года. Как видите, даже опытные шашисты попадаются в такие ловушки. Бывает. Следующая ловушка. ЕF4, FG5, GH4. Начинающие также любят играть. Такой дебют из-за белых и из-за черных. Ну, можно побить в другую сторону. Тогда бьем BC5. И после хода CB4 ставим ловушку. ЕF6. То есть черные, видите, неспроста построили ударную колонну. И белые неосторожно сыграли ЕF2. Сдвинули царскую шашку. Друзья, опасно сдвигать в дебюте шашки с дамочных полей. В данном случае черные проводят комбинацию. Именно на это дамочное поле. Играем D5. Затем RG5. Ну и красиво побеждаем. ЕD4, B5. Дебют кол. Тоже любят начинающие шашисты играть его. Ну и, в принципе, опытные шашисты тоже не прочь тряхнуть стариной. Ну и вот здесь черные ошиблись. Правильно было играть либо HG5, либо FG5. DC7, а то уже ход слабый. Белые играют GF4. Развивают отсталую шашку. Хотят развить отсталую шашку H2. И черные снова неосторожно напали FG5. Снова, видите, сдвинута царская шашка. И белые наносят удар именно на это поле. Играем CB6. Видите, сюда бить нельзя, потому что белые попадут в дамки и легко выиграют. Если же черные бьют в эту сторону, тогда делаем выжидательный ход на B2. Ну и так же легко побеждаем. Черным остается только сдаться. ЕD4, B5. Снова дебют кол. DC5. FE5. И вот здесь можно было сыграть GF4, например. Но белые неосторожно сыграли FE3. Простенькая трехходовая комбинация. ЕD4, ЕD6. И наносим финальный удар. Отдали две шашки и забрали 4. GF4, FE5, ЕD4. Интересный дебют. Я его как-то разбирал. Отказанная система игры Каулина. Ну и после хода БА5 меняемся. Ставим так называемый кол. Далее возможно. Возможно. GF6, DE3, FG5. И белые делают провокационный ход. БА3. Теперь на напрашивающийся ход. АЖ7. Черные вроде бы сделали хороший ход. Развивают отсталую шашку. Белые проводят комбинацию. ЕD4, CB4. Белые попадают в дамки и празднуют победу. CD4, B5. Снова дебют кол. И черные нападают CB6. Белые закрылись. ЕD4. И черные хотят активизировать бортовую шашку. А6. Белые меняются. Ну и после хода G6, наверное, уже надо было попробовать отступить назад белым. Или сыграть FE3. Но белые неосторожно сыграли CD2. Снова видите, друзья, сдвинута шашка с дамочного поля. И именно на это поле черные наносят свой удар. Так что сдвигая шашки из дамочных полей, всегда смотрите, не может ли соперник провести комбинацию. Ну и куда бы черные, белые не побили, черные проходят дамки и побеждают. Следующий дебют также популярен и у опытных шашистов, и у начинающих. И здесь есть два хода. После хода CD6 лучше играть CB4. И черные делают провокационный ход FG5. Выясняется, что напрашивающиеся нападения B5 проигрывает. Черные играют F6. Отдают две шашки. Затем отдают третью шашку. Затем забирают три шашки. Ну и следующим ходом выигрывают шашку B6. И постепенно выигрывают. То есть лишняя шашка в примерно равной позиции. Запомните, это всегда выигрыш. Также в этой позиции можно за черных играть FG5. И снова здесь проигрывает нападение CB4. Этот неосторожный ход приводит к тому, что черные выигрывают. Играем GH4. И затем выбиваем царскую шашку. Ну и видите, как говорится, без царя в голове белые проигрывают. Следующая комбинация ED4, B5, AB4. Вот здесь уже проигрывает второй ход, B5. После хода FE3. То есть у черных нет ни одного хода. Такого хода нет из FG3. Ой, же F4. Я подробно разбирал вот этот дебют проигрывающий. Ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, кто не знает, как тут выигрывать за белых. Но кроме хода BA5, конечно, хорошо играть HG5. Теперь белые играют BC5 и черные повторяют ходы белых. И вот здесь красиво проигрывает ход BA3. Развернем. Что-то я неправильно не развернул позицию. Здесь черные проводят комбинацию. Кстати, недавно один международный гроссмейстер попался на такой ударчик. Правда, супер блица. То есть в контроле с партией... В партии с контролем 1 плюс 1. Ну, также вот, например, проиграл шашист Сергей Воронцов Борису Миротину в 1924 году. Попадаются люди. Так, следующая ловушечка. Вот такой дебют. Белые развивают левый фланг. И черные решили активизировать бортовую шашку HG5. Позиционно неплохой ход, но тактически он уже проигрывает. Играем в GF4. Ну, выясняется, что сюда бить нельзя. Белые остаются с лишней шашкой. А если черные бьют в эту сторону, тогда бьем на Х6. И затем наносим второй удар. СД4. И белые остаются с лишней шашкой. Так, дебют. Вилочка. Здесь можно побить и на G3, можно было и на C3. С примерно равной игрой. Черные играют B5. Хотят окружать центр белых. Здесь белые решили сделать ударный кулак на своем левом фланге. И затем неосторожно вылезли. Dc5. Этот ход красиво проигрывает. Снова, видите, ослаблено дамочное поле. И именно туда и следует удар черных. С выигрышем. Так, снова интересные продолжения. Белые не ставили тычок. И черные решили разменяться. К своему стыду хочу сказать, что однажды я так проиграл за черных. Тоже в суперблице. В партии 3 секунды было. И добавление 2 секунды. Вот я так проиграл. Видите, друзья, даже опытные шашисты попадаются. D5, FG5. И белые выигрывают шашку. Было очень обидно. Проиграть таким образом. Так что не повторяйте мои ошибки. Так, следующий дебют. Тоже однажды я так проиграл в детстве. Здесь белые неосторожно сыграли GH4. Снова, видите, открыто дамочное поле. И черные проводят комбинацию. Именно туда. Fe5. Затем dc5. Ну и куда ни бей. Черные все равно попадают в дамки. И постепенно выигрывают. Радует одно, что не я так один попался. Многие так попадались. Например, была такая партия Савельев-Шошин 1897 года. Вот так вот. Следующий дебют. Очень острый. D5 я его тоже как-то разбирал. И вот здесь черные неосторожно сыграли b5. Решили поокружать центр белых. Шашка e5 действительно находится под окружением. Но правильно, конечно, было играть bc5. А вот здесь белые проводят несложный удар. f6, ab4 и остаются с лишней шашкой. Следующий дебют. Центральная партия. Белые играют правильно. Ну и после хода b5 правильно было поставить кол. А в партии туманов-гилеров 1927 года белые неосторожно разменялись d5. Снова видите мотив для проведения комбинации ослабленное дамочное поле. Черные отдают одну шашку, затем вторую, затем еще две. И выбивают шашку e3. А затем наносят свой финальный удар. С красивым выигрышем. Дебют. Жертва Шошина Харьянова. Белые делают единственные ходы. И на ход b5 правильно было играть fg3. С преимуществом черных. Но белые неосторожно сыграли. А b4. И известный дореволюционный шашист Александр Иванович Шошин, а также шашечный композитор, провел красивую комбинацию. И даже написал стихотворение. На эту тему. Выбиваем шашку c3. И наносим свой финальный удар. С выигрышем. Следующий дебют. Ловушечный. На ход f5. Черная игра. Белая игра dc3. И видите, нельзя ставить так называемый тычок. Потому что черные проиграют шашку. Из-за так называемого удара по затылку. Видите. Белые как будто леща дают черным. Черные, конечно, увидели это. И сыграли bc5. Тогда белые связывают центр черных. И вот здесь черные сыграли fg7. Белые игра cb4. И черные неосторожно напали fg5. Белые выигрывают шашку. Проводим так называемую присоску. Это идея уже брата Александра Ивановича Шошина. Василия Ивановича Шошина. Ну и в какую бы сторону черные не побили. Они проигрывают шашку. Если так, то выигрываем шашку таким образом. Если черные бьют в эту сторону. Тогда бьем шашкой b6. Как бы черные не били. Белые выигрывают шашку. Если сюда, то выигрываем таким образом. Следующий дебют. cb4 fg5 gf4 gf6 bc3 dc5. Отказанный косяк. Это уже анализ чемпиона СССР Василия Сокова. Белые нападают cb4. И черные меняются cd4. Тут есть две известные ловушки. Нельзя играть ffe5. Везде ставьте паузу. Не забывайте. Ищите выигрыш самостоятельно. Если не получается. Потом проверяйте. Играем dc3. И бьем именно на поле a5. Затем отъедаем шашку g7. С выигрышем. Так, если в этой позиции белые неосторожно сыграют dc3, то черные также красиво побеждают. Жертвуем шашку. И бьем именно на поле dc3. А затем красиво нападаем сразу же на две шашки. И белые проигрывают. Следующий дебют. Тут есть две ловушки. И за белых, и за черных. Сперва ловушка за черных. В этой позиции, конечно, нельзя играть bc3. Из-за несложного, но симпатичного удара. Черные отдают шашку. И проводят размен тройной одеколон. Затем форсировано попадают на поле b2. И белые остаются перед дилеммой. Либо пропустить черных дамки, либо остаться без шашки. Это положение проигранное за белых. Если белые знают эту ловушку, тогда могут сыграть либо жр4, либо еф4. После еф4, конечно, надо играть ед6. А вот ход cd6 плох. Белые играют bc3. И вот здесь проигрывают два хода. После fg5 мы уже видели подобную ловушку. Играем аб6. И затем бьем две шашки. Ну и как бы черные не били, белые остаются с лишней шашкой. Например, таким образом. Или таким образом. Также в этой позиции проигрывает напрашивающийся размен. Из-за типичного приема. Отдаем одну шашку. И затем бьем именно шашку b4. А затем отъедаем шашку б4. Следующий дебют. Также ловушечный за белых. dc3. То есть снова нельзя ставить тычок. Из-за удара по затылку. Но здесь есть очень сильный ход. b5. После хода cd2. Также сильное продолжение d5. И вот здесь проигрывают два продолжения. bc5. Однажды против меня так сыграла программа Tosha. По-моему, одна из первых версий. Я ставил минимальный контроль времени. И мне единственный раз в жизни удалось победить шашечную программу. Она самообучающаяся. После этого выигрыша я больше ни разу не выигрывал. Программу Tosha. Очень сильная программа. Черные проводят размен тройной одеколон. И выясняется, что у черных три нападения на шашку c5. А у белых только две защиты. И нет косвенной защиты. Ну и черные неминуемо отъедают шашку c5. С выигрышем. Именно так и было в моей партии. Против программы. Также плохо меняться. Здесь правильно бить две шашки с примерно равной игровой. А вот размен на f4 ставит белых на грань поражения. Ничья еще есть. Какая-то компьютерная тяжелая. Но обычно начинающие в этой позиции проигрывают после хода bc5. Напрашивающийся ход. Но он проигрывает. Снова видите, ослаблено поле c1. Именно туда мы и наносим свой удар. С выигрышем. Следующий дебют перекресток. Видите, шашки белых и черных образуют в центре Такой, как бы, перекресток, как на дороге. Поэтому дебют носит такое название. Эти ходы все форсированные. Никто не может отклониться. Иначе получит более плохую позицию. И вот здесь, конечно, черным правильно бить назад. Примерно равной игрой. А вот размен вперед, как очень часто играют начинающие, быстро проигрывает шашку. Играем cb4. Выиграли шашку. Черные ее еще пытаются отыграть. Но здесь выигрывает комбинация. Играем g4. Ну и как бы черные не побили, они проигрывают. Если бьют в эту сторону, тогда выбиваем шашку c5 ходом ab4. И выигрываем шашку. Если черные бьют в эту сторону, тогда здесь выигрывает так называемый контур-удар или присоска в простонародье. Видите, белые как бы присасываются к черным. Ну и снова в какую сторону не бей, везде проигрыш. Если так, то так. И белые остаются с лишней шашкой. Если бить сюда, тогда еще проще. И белые празднуют победу. Дебют игра бадянского. ab4, b5, b3, ab6. И вот здесь, конечно, правильно играть либо ab2, либо ed4. Ну, с инициативой у черных. А вот напрашивающийся ход cb2, однажды я так выиграл даже мастера спорта, он перепутал варианты. То есть такой ход хорош, если бы черные в этой позиции сыграли cb6. Вот на cb6 cb2 неплох. А вот на ab6 cb2 практически проигрывает. Играем bc5. И после хорошего хода, это единственное сопротивление нормальное, gf4, нападаем f5. Бесполезно закрываться. То есть таким или таким образом это плохо. Поэтому черные меняются cd4. Тогда бьем именно шашкой e5 на поле c3. И затем форсированно ставим рожон. На поле c3. То есть вот эта шашка на поле c3, видите, ее нельзя атаковать никак белым. Поэтому она называется рожон. Следующий дебют также игра Бадянского. ab4 b5 b3 ab6. Белые играют ab2. И вот здесь на ход f5 белые ошибаются. fd4. Ход напрашивающийся, но он проигрывает. Играем bc5. Ну и в какую бы сторону белые не побили, черные попадают на поле c1. То есть если бить в эту сторону, тогда черные побеждают так. Если бить на поле f6, тогда бьем на поле d4 и стоит угроза ed4 на любой ход. Но если белые меняются таким образом, тогда играем cd4. И черные снова попадают в дамки с несложным выигрышем. То есть дамка в партии стоит примерно 2,5, а то и 3 шашки. По сути, как лишняя шашка минимум. Снова дебют игра Бадянского. И вот в эту ловушку очень часто попадаются начинающие. ab4 b5 b3. Вот здесь черные играют cb6. Теперь играем ab2. Ну и хорошо играть в этой позиции bc5. Но черные решили разменяться dc5. В принципе, тоже неплохой ход. Белая игра gf4. Хороший позиционный ход. И кроме того, они поставили красивую ловушку. Нельзя играть fe7. И также проигрывал ход bc7. Комбинация под названием шлагбаум. То есть белые пропускают черных дамки. Затем ставят так называемый шлагбаум. То есть видите, шашка d4 будет ограничивать дамку черных. И затем с помощью шлагбаума ловим дамку черных. Такая типичная комбинация. То же самое на ход bc7. Отдаем две шашки. Пропускаем черных дамки. Затем ставим шлагбаум. Ограничитель для черной дамки. И ловим дамку черных. И сами проходим в дамки. Следующий дебют. Очень любят начинающие шашисты. Я его также подробно разбирал. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите. Здесь есть очень много ловушек забилых. Черные меняются. Этот размен уже плохой. Правильно кэша бить на поле g5. Ну и у белых будет небольшое преимущество. А вот после боя на e5 у белых уже огромное преимущество. Играем a b4. Ну кстати здесь есть такая тоже типичная ловушка. Если белые сыграют bc3. А черные b5. Здесь есть такой ловушечный ход. a b4. Но он плохой. Друзья так никогда не играйте. Конечно правильно здесь черные сыграют cb6. И затем нападут bc5. С огромным преимуществом. И позиция белых будет на грани поражения. А если черные сделают напрашивающийся ход hg7. Ну вроде бы логичный ход. Развиваем отсталую шашку. То белые проводят типичный удар. Отдаем одну шашку. Ну сюда бить бесполезно. Белые попадут в дамки. Поэтому. Черные бьют в эту сторону. Тогда отдаем еще одну шашку. Затем еще одну. И по прямой. На скором поезде. Въезжаем. В дамочное поле. Черных. С выигрышем. Ну конечно в этой позиции. Самый лучший ход. Аb4. То есть развиваем бортовую шашку. Активизируем ее. И начинаем окружать центр черных. Почему здесь у черных плохо. Видите. Напрашивающийся ход. Еf4. Здесь плохой. То есть видите. У белых. Три нападения. На шашку. Еf4. А у черных только две защиты. Ну и белые здесь легко побеждают. Играем fe3. Черные пытаются отыграть шашку. И здесь конечно правильно играть dc3. И затем наносить удар по затылку. Даем леща черным. И остаемся с лишней шашкой. Очень часто тоже начинающие шашисты начинают играть вот таким образом. И здесь еще белые проигрывают. Черные отдают шашку. Не от хорошей жизни часто находят вот такой вариант. И уже белым приходится сдаться. То есть приходится жертвовать шашку. И черные постепенно выигрывают. Также здесь не выигрывал ход еf2. То есть видите. Нападения нет. Потому что черные просто нападут. И пройдут дамки. Поэтому правильно конечно в этой позиции. Играть dc3. И наносить леща черным. С выигрышем. Будьте внимательны. Также в этой позиции очень плохо играть b5. Здесь белые выигрывают. Вот таким образом. Играем g4. И когда черные пытаются отыграть шашку. Раньше рекомендовался план hg3, hg4, hg5. Но там у черных конечно позиция плохая. Но закономерного выигрыша нет. Здесь у белых в принципе логичный выигрыш. Но надо его запомнить. dc3. Здесь уже сложный выигрыш. Нападаем на шашку. Надо отходить. Еще раз нападаем. Надо меняться. Все форсировано. Затем играем cd2. И хотим напасть два раза на шашку f4 с поля g3. Черные допустим защищаются. dc7. И на gf2 хотят подтянуть шашку h4. Белые нападают один раз. Затем подтягивают шашку для второго нападения. И черным надо играть g4. Лучшего нет. Но здесь белые выигрывают за счет неудачного расположения шашек на правом фланге черных. Видите. Одна шашка сдерживает сразу же три шашки. И дальше форсировано. hg7 cd4 gf6. И вот здесь ход ab2 ведет лишь к ничьей. А правильно нападать fe3. Этот ход мне показал украинский шашист из города Одесса. Александр. Александр если смотришь видео тебе привет. И после хода fg5 белые уже здесь везде выигрывают. Есть два варианта. Если черные играют hg3 тогда проводим несложный удар. Размен 2 на 2. Ну и белые затем просто проходят дамки и выигрывают. Второй ход cb6. Тогда рвемся в дамки с этой стороны. И черные максимально сопротивляются. То есть на ход d7 наносят вроде бы ничейный удар. Вот таким образом. Но выясняется что это позиция проигранная. То есть если черные играют допустим d7. Тогда мы прорываемся таким образом. По правому флангу черных. Если же черные меняются bc5. Здесь выигрывает жесткий ход fe5. То есть не даем сыграть d7 из-за хода. ed6. И белые останутся с лишней шашкой. А на остальные ходы просто идем в дамки и выигрываем. Такие ловушки. Ну и последний ловушечный дебют. Дебют отыгрыш с разменом вперед. Я вот так же разбирал. Ну как говорится повторение мать учения. Вот здесь обычно все меняются назад. Но можно побить вперед. Кэша вот таким образом. Обратите внимание что. Сперва сюда бить нельзя. Так как уже белые выигрывают. Они вначале выигрывают шашку. Мы пытаемся ее отыграть. И здесь белые уже нападают. Надо меняться. И сами наносят удар по затылку. И выигрывают. Так что будьте внимательны. Начинающие. Ха-ха-ха. Правильно конечно. Бьем сперва на поле С3. А затем на поле С5. Но здесь выигрыша у белых нет. Но есть прикольные ловушки за черных. Например АБ2. ФЕ5. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. И вот здесь проигрывает напрашивающийся ход БЦ3. Проводим комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем еще две. И попадаем на преддамочное поле. Следующим ходом ставим дамку. И как вы знаете уже дамка стоит примерно 2,5 и 3 шашки. Поэтому у черных огромное преимущество. Здесь выигрыш. Если в этой позиции белый играет ЕД2. Ну кстати тоже хорошо играть и ЦН2 в этой позиции. После ЕД2 продолжаем ловушки. Играем Б7. Снова нельзя играть БЦ3. Из-за такой же комбинации которую мы видели. БЦ5. ЕФ4. И попадаем на преддамочное поле. Белым придется отдать шашку. Иначе черные пройдут дамки. И с лишней шашкой мы уже тихонько выиграем. Так. Если в этой позиции белый играет Б5. Тогда меняемся назад. Снова нельзя играть БЦ3. Из-за похожей комбинации которую мы увидели в самом начале видео. Отдаем одну шашку. С тем еще одну. С тем еще одну. Ну в какую бы сторону белый не побили. Мы форсировано снова попадаем на преддамочное поле. И белым уже надо отдавать шашку. Ну и без шашки играть тяжело. Ха-ха-ха. Так. Если в этой позиции белый играет ЕФ4. Тогда ловушки продолжаются. Закрываемся. И на ход ФЕ3 играем БЦ7. Здесь который раз уже проигрывает напрашивающийся. Фон БЦ3. Отдаем одну шашку. Затем еще две. И наносим так же типичный удар. С выигрышем. Если белые это видят. Допустим меняются в этой позиции. Ну конечно у белых огромное преимущество. После боя на Ф2. Но черные при правильной игре могут защитить эту позицию. А вот бой вперед не очень хорошо. Тогда ловушки продолжаются. Играем ЦБ6. И на ход БЦ3 играем Б5. И вот после напрашивающегося хода ЦД4. Черные проводят красивую комбинацию под названием удар Наполеона. То есть по легенде французский император играл стоклеточные шашки. В перерывах между сражениями. И на примере шашек учился тактики на поле боя. В русских шашках тоже возможна комбинация удар Наполеона. То есть видите такой хитрый изогнутый удар. Это удар Наполеона. Тоже разбирал подобную комбинацию подробную. Смотрите. Набирайте в поисковике удар Наполеона. И увидите много красивых комбинаций. Если белые в этой позиции видят комбинацию. Играют ЖФ2. Тогда играем ДЕ7. И вот здесь снова проигрывает ход ЦД4. Белые проводят тоже красивую комбинацию. Строим сперва Розных так называемый или свободный темп. То есть видите белые следующим ходом обязаны побить шашку Б4. И затем строим ударную колонну. Ходом Е6. И затем наносим свой финальный удар. По такой красивой траектории. С выигрышем. Друзья, если вам понравилось данное видео. Не забывайте поставить нравлик. И подписаться на канал. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.